Человек-легенда Девятикратный чемпион СССР, трехкратный победитель спартакиады народов Советского Союза, двукратный чемпион Европы, трехкратный победитель чемпионатов мира, а еще вице-президент Всемирной Федерации Самбо, самый титулованный советский самбист. И это далеко не все звания, которых был удостоен за свою спортивную карьеру Александр Пушницов. Омск. Стадион Динамо, что на улице Интернациональная. Именно сюда в 1973 году пришел только-только приехавший в наш город 24-летний парень Саша Пушница. Пришел чуть ли не прямо с вокзала. Все громкие титулы и превосходные степени тогда были еще только в мечтах. А в реальности был вот этот небольшой зал. Сколько же пота будет пролито в нем, сколько работы проделано, для того, чтобы это место стало для будущего великого чемпиона Александра Михайловича Пушницы по-настоящему сакрально. В этом кабинете я долгие-долгие годы переодевался, раздевался, выходил на ковер отсюда, вот сюда, прямо вот в это, да, с 1973 года и вплоть до закончания своей спортивной карьеры. Да, вот это такой кабинетик был, да, родной. У меня такая хорошая всегда ностальгия по Динамо, по этому зальчику, по этому кабинету. Я с благодарностью я вспоминаю, на самом деле это очень здорово. Потому что, ну так скажем, вот этот кабинет и вот этот зальчик дали мне путевку в большой спорт. Большой спорт. Ну так вот скажем. Поэтому я очень благодарен. Благодарен Динамо, благодарен тренеру своему Василию Романовичу Грозину. Когда ко мне приезжают друзья в сборную Советского Союза, заслуживающие мастера спорта, многократно чемпионы мира и Европы, я их всегда привожу сюда. Привожу сюда. Они даже сначала, ну я не говорю ничего, сначала не понимают, что это за заведение такое. Заходит, как бы, ну небольшое помещение, небольшой зальчик, что такое. Я говорю, ну вот здесь я начал заниматься. И все понимают, что это такое святое место, ну для меня, во всяком случае, ну и для самбистов, для ребят моих. Они понимают, что такое, ты начал здесь заниматься, все пришло. Потому что отсюда, на самом деле, почти все результаты. Поэтому для меня это, на самом деле, очень родной, очень любимый, очень, как я и говорил, святой зал. 1 ноября нынешнего 2019 года Александр Пушница отметил свой 70-летний юбилей. Родился он в маленькой деревне Кореново, что в Новосибирской области. Детство, проведенное в сельской местности, совсем не то же самое, что жизнь в благоустроенной городской квартире. Тут и сенокосы, и заготовка дров, и воды натаскать, и снежок зимой лопатой покидать, да мало ли чего. Именно такая закалка, полученная в детстве, по мнению самого Пушницы, заложила основу его недюжины физической силы и выносливости. Я помню, когда призвали в армию, да, особенно первый год, первый месяц, даже, вернее сказать, там очень большие нагрузки, физические нагрузки, да. И даже такой момент был один раз, приехал, пришел, только пришел с учебки начальника отделения, начальник взвода, и говорит, давайте все в горы за мной. Вот, кто не отстанет, тому будет поощрение. Ну, все, я смотрю, там полное боннирование, и весь мешок, и автомат, и все на себе, даже я все брал у других, кто не мог с ним бежать. Вот, я бежал, бежал, за ним бежал, потом, что-то смотрю, он что-то тихо бежит, я обогнал. Он говорит, боец, выходите сюда. Так, еще раз спрашивают, только никого не знают. Так, фамилия твоя как, Пушница-то? Я говорю, да, так. А команда обгонять не было, я говорю, извините. Так, тебе наряд мне очереди? Я говорю, есть наряд мне очереди. Да ладно, я пошутил, ничего себе, вы даже меня обогнали. Я вот такой, вроде, за камня, никто никогда, говорит, не обгонял. То есть, мне было легко, абсолютно, я был очень хорошо готов, очень хорошо восстанавливался. Ну, это, наверное, так уже, такая прирожденность человека, наверное, да, фиология такова. Мне было очень легко, на самом деле, было очень легко в этом отношении. Я даже еще скажу, что вот, когда борьба продолжается, остается 2-3 человека, там, с отдых на перерыв положено, каждому борцу 20 минут отдыхать, вот. И когда я только отборолся, там, спортсмен отдыхал, ждет меня, допустим, меня, судья спрашивает, сколько там, старше, тебе нужно отдохнуть? Я говорю, не надо мне отдыхать, я могу сразу пойти. То есть, я могу сразу же, одно отборолся, сразу по следующим. И по соревнованиям, допустим, я мог выступать, вообще, хоть сколько на соревнованиях. Там, в неделю, там, 2-3 соревнования в месяц. Я, то есть, очень много боролся где. Мне, во-первых, наверное, было легко, что такая веселая человека была, и вы знали, что хорошо. Но я еще получал огромное удовлетворение, удовольствие от проделанной работы, от тренировочного процесса, особенно основания, потому что, ну, как бы, много очень выигрывал, да, мало проигрывал. И, конечно, на самом деле, я старался больше, больше, больше бороться. Я еще раз повторяю, что мне это было очень, это для меня был праздник. Вот так и боролся, и сам получал удовольствие от процесса, и болельщикам дарил праздник. Вы только вдумайтесь, в период с 1974 по 1981 годы Пушница не проиграл ни одного поединка, ни на одном из турниров. Феноменальный результат. Далеко не все мячи знают, но там же, на стадионе «Динамо», есть и «Аллея славы» Омского самбо. Самый титулованный в истории советский самбист Александр Пушница устраивает для нашей съемочной группы небольшую экскурсию. Честно, без ложной скромности, приятно. «Аллея славы» у вас в портрете. Не, ну, приятно, конечно, приятно, но более приятно, когда я вижу не только там себя, допустим, а вижу на самом деле, что я здесь не один, здесь много, и я с удовольствием, когда мы посещаем эту «Аллею», вот когда спортсмен приходит, я очень горжусь тем, что, ну, очень много у нас, вот, ребят здесь, спортсменов на этой «Аллее славы», которые прославляли не только город Омск, Россию, Советский Союз, вот, в мире были очень все значимые люди. Это ваш тренер, да, Александр Михайлович? Да, это вот мой тренер Василий Романович Грозин, который он стал заниматься, и до сих пор мы вот с ним по жизни вместе идем. Вот это Василий Романович. На Италии, наверное, все люди хорошо знакомы, без которых они не чужие. Не, не, все знакомы, да, это вот Саша Хош, три раза чемпион Советского Союза выиграл, первый чемпион Европы, а вот два первых чемпиона мира, это вот Володя Клеваденко, сейчас в Волгограде живет, вот, а это Коля Данилов. Жил в Нижне Новгороде, Горьком, нынче, к сожалению, ушел из жизни. Знаете, вот смотрю на этих людей, Александр Михайлович, не могу избавиться от мысли, что сколько же вот здесь вот в этой аллее неполученных, незавоеванных омском, омским спортом олимпийских медалей. В этой связи вопрос. Осталось, нет обида на советских спортивных чиновников, что когда можно было в 80-м году, ну, не додавили, не дожали они вопрос с включением самбо в олимпийском. Ну, вы знаете, ну, такая система была у нас. Ну, что ж, ну, Нидира Ганди попросила, Элина Дальдзя Брежнева, первый секретаря Центрального комитета партии Советского Союза в то время, да, и место борьбы с самбо в 80-м году в Москве, которая должна была, там один вид спорта можно было включить, включили хоккей с мячом на траве, который у нас и не культивировался в Советском Союзе, его не было. Ну, так получилось. Ну, вот, в прошлом году, вот, Владимир Владимирович Путин и у нас возглавляет победитель Совет Федерации самбо России Нургалеев Рашид Гумарович и Сосоков Василий Борисович, которые президент Всемирной Федерации от самбо, по характеристике, по содействию, в прошлом году самбо включено временно в прописку олимпийских игр. Ну, я думаю, что практика показывает, когда, если она временно включена была, то ее включено. То есть перспективы на попадание, да? Да, да. Наверное, вторым по значимости местом в Омске после стадиона «Динамо» стал для Александра Пушницы тогдашний институт физкультуры, ныне Сибгов. Альмаматор великого чемпиона, в который он поступил, уже будучи титулованным атлетом. Этот вуз сыграл без преувеличения огромную роль в судьбе Пушницы. И в особенности его тогдашний ректор, легендарный Василий Викторович Громыко. Я поступил в этот вуз спортивный в довольно-таки взвелом возрасте. Мне было 27 лет. Почему? Потому что, ну, как бы, я занимался спортом, был в сборной команды Советского Союза. Выиграл уже, наверное, сколько-то? Да, чемпион мира был уже, чемпион Европы, несколько раз чемпион Советского Союза. Вот когда я первый раз зашел в аудиторию и посмотрел, ну, мне 27, а там мальчишки, девчонки, ну, мальчишки в основном, вот такая федра была борьбы, мальчишки. Пацаны 17-18 лет. Я просидел от занятий кое-как и больше не стал появляться там. Неделю не появляюсь, две не появляюсь. Меня приглашает к себе Василий Викторович Громыко. Приглашает, а вы знаете, это заслужен тренер Советского Союза, ректор. В то время, чтобы там пригласить студента на разговор, я понимал, что какой-то разговор. Ну, я понимал, какой разговор будет. Будь серьезный. Почему не ходишь на занятия? Да, почему не ходишь на занятия. Я к нему пришел, он сидит, так, Саша, здравствуй, он вышел, поздоровался, очень просто. Саша, давай расскажи, почему ты не хочешь занятия. Я говорю, знаете, Василий Викторович, мне как-то так неудобно, там, ну, мальчишки, пацаны 17-18 лет, а мне 27 лет. Он говорит, подожди, давайте так, тогда я тебе скажу. Должно быть им неудобно, а не тебе. Ты, тебе 27 лет. Но ты уже многократно там чемпион мира Европы, Советского Союза. В честь тебя поднимался гимн Советского Союза. Игрался гимн, поднимался флаг Советского Союза, вернее, да. Они должны гордиться. Вот я, даже как заслуженный тренер Советского Союза, я горжусь, что у меня есть такие студенты, которые выиграли мир. Ты что, сидел в тюрьме, ты что, кого-то убил, ты что, кого-то ограбил. Ты заканчиваешь такие вещи. Мы тобой гордимся. И мальчишка, они должны тебя бояться, стесняться, что у вас такой есть в группе, такой спортсмен легендарный. Все, мне будет сказать нечего было. И с посещаемостью после этого бромка не было? Ну, конечно, членом сборной команды Советского Союза было свободное посещение. Ну, в любом случае, я уже без всяких комплексов, я посещал, занимался, сдавал экзамены. То есть, мне было как бы уже просто легко. То есть, буквально, ну сколько там, полторы-две минуты беседа ректора. Ну, это легендарная личность. Это авторитет беспрекословный, каким являлся Василий Викторович Громенко на самом деле. До сих пор. Я просто преклоняюсь перед ним, Василий Викторович. Спасибо тебе. И опять дорога. На этот раз по самой любимой Омской улице Александра Михайловича. Проспекту Маркса. Александр Михайлович, я ведь, насколько знаю, вас очень активно в свое время звали в Москву. И даже квартиру в столице выделяли. А вы остались в Омске. Почему так? Ну, было такое, да, дело. Для меня это очень непросто переехать в другой город. Ситуация такова была, что квартиру мне держали в Долгобурном районе города Москвы. Духовная квартира была. Два года она там сдала меня. Но, во-первых, надо было уехать с Омска. Это понятно. А за раз. Где моя семья, где мои друзья, где я начал заниматься. И мой родной Динамо. Второй момент. Тоже не очень важный. Это надо было переехать, так сказать, в стан противника своего. То бишь, я за Динамо выступал, а она была выступать за советскую армию. Я ничего не имею против советской армии. У меня очень друзей там. Но это как бы было предательство. Перейти в стан соперника. В принципе, меня никто здесь не уговаривал, не езжал. Он сказал, Саша, давай, пожалуйста, останься или не уезжай. Нет. Я просто для себя решил сразу же, что нет, я никуда не поеду. Александр Михайлович, вы говорили, что у вас особое отношение к улице Карла Маркса, по которой мы как раз сейчас едем. Да, да, да. Просто, когда я приезжал на ЖД вокзал раньше, да, и затем ехали по Максу. Здесь сейчас, конечно, нету, но довольно-таки она, ну, большая улица, около улицы. И по центру вот этой улицы, где мы сейчас едем, во всю длину растек там Макса были живые цветы, галдиолусы летом. Это было так красиво. И у меня до сих пор, вот, я прямо вижу перед глазами вот эта широкая улица, цветы по центру, галдиолусы. И едешь, прямо такая красота была. Поэтому я очень люблю какую-то улицу, проспект Марса. Даже независимо, что сейчас, на ней цветов нет. Все равно она мне очень дорога. Они есть в памяти. Ну, да, да, да. Поэтому я, на самом деле, и Омск люблю, и улицу люблю. А город Омск, извините меня, как мне его не любить? Я горжусь им, потому что то, что я добился в жизни, в спорте, по жизни просто, вот, признание вот этого, это я благодарю городу Омск, это я не скрываю об этом. Будь в другом городе, еще неизвестно, состоялся бы как спортсмен, состоялся бы как личность. Не знаю, я сомневаюсь, ну, не могу сказать даже абсолютно. Поэтому, конечно, для меня город Омск, это город святой, это город родной, город любимый. Ну, а в любимом городе, конечно же, есть и любимые места. Те, где можно, отвлекшись на несколько минут от бесконечного круговорота дела забот, просто отдохнуть, немного расслабиться, повспоминать. А вспомнить есть что. Все-таки за годы в спорте объездил полмира. Представляете, что такое для советского, более того, деревенского, по своему воспитанию парнишки, побывать, ну, скажем, в Токио. В 1975 году у Пушницы была такая возможность. Его ощущения можно описать просто. Культурный шок. Мне показалось, что я приехал не в Токио, я приехал не в Японию. Как будто я приехал даже не на Луну, а на какую-то на Венеру, на Марс. Потому что, на самом деле, это было, ну, для нас было что-то много незнакомого. Даже я не мог себе представить. Потому что, вот, допустим, выйдешь на центральную улицу Кензака, как она, Кензака называется, да, там вечером ни одного сантиметра нет, чтобы что-то не светилось, не сверкалось, не крутилось, не вертелось. Просто, я еще, повторяю, как будто мы на другой планете. Или, допустим, вот, ну, это, конечно, уже из области идеологии. Потому что ко мне подошел наш судья, вот, который там ездил, тоже поехал судить соревнования, и говорит, это, Саш, пойдем, я тебя пройду по Токио, посмотришь в Токио. Я говорю, нам нельзя, потому что только в все группы можно ходить. Он говорит, нет, со мной можно. Оказывается, он судья, но он был и в КГБ работал. Ну, потому что Николай Ильич такой, Семенгу. Вот, и мы с ним пошли. Мы пришли на базар, на рынок, рынок такой, рынок техники. Ну, рынок, это мало сказать, это надо видеть, надо смотреть. Это где-то, может, там, два километра в длину, там, полтора километра в ширину. И там все техника. Даже я в то время до 10, наверное, еще даже не понимаю предназначение той техники. Он у меня спрашивает, Саш, как ты думаешь, если вот в Москве или в Омске у вас вот это все стоял, там, телевизор, видеокамеры, там, еще какие-то, которых я понимал, да, если бы у вас было, вы бы разобрали? Конечно, забрали. Он говорит, а почему в Японии стоит все, я говорю, ну, не знаю. На что он мне говорит? А у них просто денег нет у японцев, они купить не могут. Вот. И мне, там, 25 лет парню, да, я поверил в это. Что? И мне так, жалко нацию японскую, да. Думаю, до чего, что-то бедная нация такая японская. Не можешь позволить себе купить даже, там, телевизор или, видимо, гетофон или там... А это СРББ обманул вас? Ну, идеология такая была в Советском Союзе, ну, что же сделать, да. А вот у Владимира Семеновича Высоцкого знаменитая песня «Перед выездом в загранку заполняешь кучу бланков» и с вами едет в каждой группе личность в штатском, а у вас инструктажи, серьезные в ГГБ, да? Как в страну очень серьезные были инструктажи, в Центральный комитет партии приглашали, там у нас беседу вели. Это очень сложно было, это не так просто. Конечно, непросто. И тем не менее, топовые, как сейчас бы сказали, спортсмены относились к той очень маленькой избранной прослойке советского общества, у которой была такая привилегия – смотреть на мир не только глазами Сенкевича. В далеких заморских мегаполисах ждали картинки совсем другой, чужой жизни. Но бывали там и поразительные встречи с людьми, которых назвать чужими, язык не поворачивается. И самое-то интересное, когда встреча подошла, мы подошли, в магазин в один зашли, да, в Нью-Йорке, и нам встречался токарь в Вели. Вот. Мы вон там все разговаривали, все такое, и он нас пригласил на вечернюю часть к себе в ресторан Одесса. У него там ресторан Одесса такая была, да. Мы пришли, вот, ну, естественно, конечно, мы такой немножко в эйфории были, только в Нью-Йорке, в Америке, плюс токаря встретили, потому что я очень люблю шансон, на самом деле, я до сих пор обожаю, люблю его. Вот. И нам было что приятно, он одел куртку самбо, красную курточку такую, да, у меня где-то видео есть, не могу найти, но я найду обязательно, вот. Я очень много там снимал. Он надел куртку самбо, и он весь вечер, всю ночь в этой куртке самбо пел песни, вот. Для нас, для гостей. Сейчас, пожалуй, главное место в жизни Александра Михайловича занимает его авторская спортивная школа самбо-2000. Да, зальчик расположенный на первом этаже старой жилой пятиэтажки в нефтяниках, совсем небольшой. Но не это главное. Гораздо важнее, что он носит имя человека с по-настоящему большим сердцем. Понятное дело, что очень удобно в большом зале, в просторном зале, но когда вот в 93-м году мы получили это помещение, в принципе, в то время помещения просто в городе не было. Просто не было. Даже вот это помещение было с трудом взять. Вот, в 93-м мы взяли, а в 94-м, вот нынче было 20 лет, в 94-м мы открылись. И я скажу, что в то время, если нет залов, да, и в то время нам показалось, что он, ну, он может быть маленький, но он уютно, хорошо, и мы можем работать с ребятишками, и, допустим, для меня это родной зальчик. Для меня родной, я его люблю, я люблю детишек, вот. И мы с ними здесь комфортно, уютно, нормально, то есть, когда получают удовлетворение от этого, от всех занятий, тоже детишки занимаются, и они сюда ходят с удовольствием. Мы даем, помимо таких изучений приемов, каждый тренер, и я в том числе, говорим, мы воспитываем не только самбистов, мы воспитываем человека, мы гражданина России, чтобы он, на самом деле, стоял на защите, на защите себя, на защите слабых, на защите Родины, он готовит уже, поэтому совершенно другое значение мы продаем этому, не только изучение еще раз повторять приемов. Поэтому это очень важно, и поэтому, когда мальчишка выходит и чувствует себя совершенно по-другому, я это вижу, вот, мне это нравится, это дорогого стоит, вообще, как-то для меня, я доволен этим. Этим мальчишкам есть на кого равняться. Перед их глазами пример человека очень порядочный, достойный, сильного духа и по-прежнему тела. 70 лет, как и любой юбилей, возможность оглянуться назад, подвести какие-то промежуточные жизненные итоги. За плечами Александра Пушницы много славных побед, немало талантливых учеников, а впереди мы в это верим, новые горизонты. С днем рождения вас, Александр Михайлович, здоровья вам и спасибо от всех поклонников спорта, от Амичей, за все.